всем привет друзья в общем сегодня сегодня были мы все были на похоронах и анюта просила просила вам всем сказать большое спасибо всем кто помог и все равно все равно будет спрашивать я у ани не спрашивал по поводу денег правда не спрашивал потому что мне это не нужно и аня сама мне сказала чтобы вы тоже не переживали у нас здесь савинцах маленькая девочка 5 лет болеет у него лимфома и и в балакле есть девочка тоже 11 лет и вот эти деньги которые вы мы все сбрасывали на лечение сереже они перевели на на лечение этим деткам так что они они пойдут в дело то которое они издавались помогут при таких страшных недугах маленьким маленьким девочкам правда савинскую маленькую девочку даже даша выставляла у себя пост stories это девочка она училась мирожкой в одном классе очень не училась ходила в садик мусяшка 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 ты где мусяшка не вижу мусю где надо одевалась сейчас вот смотрите у них подстилаются сейчас они сидят на апилочках стали немножко почище частым подстелю подстелю еще потому что их много Ага, не знаю, что-то сидит. Нормально, это не вот. Ну это нормально. Ага. Сегодня вторник, и у меня на вторник был все равно назначен забой поросят, потому что у резчика есть очередь, как бы. И я ему звонил, просил на субботу и на воскресенье, и на понедельник. Некогда было. И, в общем, забили свинок. Я ничего не делал. Он приехал и все сделал сам. Мясо здесь по месту продали. Поцело куда-то, может, буду коптить. В общем, загонщик освободился. Все равно работа, она идет сама по себе. Который. Попробую коробацию. Который. И ини-никал. Оперед Ang. Вот. Оперед. Трумер. Оперед. Потерп. Трумер. Устит. Устит. В-румет. Трумер. Трумер. Продолжение следует... 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 Так и кашляет, не знаю почему. Она покашляет, может ей что-то мешает там в горле. Всё, тут закрыл. Когда бройлер закончится, мне не надо будет платить одиночество. Потому что свиноты кормятся вечером в 5-6 часов, в 7. Ну когда как получается. И вот так поздно ночью туда не надо лезть. И яйца надо было ещё днём собрать. Но приехали с похорон и разделывал поросят. Потому что резчик забил. Разделал их на две части, как и прошлый раз. И уехал. Ну я по-другому не просил. А мы только что раз... ну я разделал их по запчастям. Снеслась. Снеслась. Видите? Хорошо, что я пришёл. Вот к утру сейчас тёплая. К утру, если бы я пришёл, оно бы лопнуло. Вот как эти. Вот видите, размёрзлась. Вот вылезла. Сейчас как потеплеет, нужно будет скормить. Так и не скормилось. Девка. Вот. Вот этот загончик. Тут забили вот этих поросят. Кабанчика и свинку. Сразу подбелили, подготовили загончик. Единственное, я не знаю, кто отгрыз. Скорее всего, вот этот паразит, когда сидел в том загончике, отгрыз патрон. Потому что он единственный из всех свиней вот так перелазил. Нужно завтра сделать сюда патрон, открыть дверь и пусть они спят под лампой. Ну, паразитки всё-таки небольшие, а тут свежее в этом помещении, чем в том сарае. Поэтому я думаю, что под лампой им лишним отдыхать не будет, да? Спят девки. Скажи, припёрся среди ночи, да? Ты отдыхаешь тоже, да? Животики растут. Мне уже пыпиточка. Мне уже пишут, что просят поросят. И больших спрашивают, и вьетнамцев спрашивают, когда. Я не обещаю, то есть никому, никому не даю, ну, то есть как бы обещание того, что да, я вам оставлю парочку. Говорю, что звоните в апреле, когда уже будут. Булочка, ты спишь? Нажралась и отдыхаешь, да? Ты такая уже жирная, что у тебя одни ушки шевелятся. Туда-сюда, туда-сюда. То одно наставит, то второе. Всё. А это чучело, наверное, уселось насиживать на размороженные яйца, да? Да? Наверное. Но яйца реально, они точно замёрзли. Ну, пусть поиграется, посидит. Булочка. И у этой вот, обратите внимание, животик тоже уже, ну, как бы уже такой округлённый. Хотя она выглядит самой непузатой. Да, 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 о тебе разговариваем, о тебе. Морда грязная какая. И кривая. Она на одном боку спит. Мне кажется, у неё кривая морда лица. Да, вот здесь, вот здесь такая вмятина. Спит на одной стороне. Да, так что вот здесь не хватает чуть-чуть щеки. Весь щека, девка. Вот так. Всё. Уловили, да? Вы спали лепёшки. Спали. Спали. Спали, детки, да? Скажи, припёрся без лапок. А нету. А нету. Вот, Лёша у меня спрашивал, Саенко, есть ли у меня селезни вот с этих больших. Да, вот смотрите, сколько селезней. Один, второй, третий, четвёртый, пять селезней. И вон шестой такой, но тот пойдёт, скорее всего, на мясо. У него чуточку кривой хвост, он мне не нравится. И уточек, получается, два, три, четыре, пять уточек. Вот так, уточки все мне, а селезни мне столько не нужно. Мне нужно всего три, а их пять. Поэтому Лёше одного продам. Ну, ещё одного нужно будет кому-то продать. Но это тоже чуть попозже. И получается, они сентябрьские, им пять месяцев для работы, и ещё они маленькие. То есть, они пока не работают, у них даже ещё маски нету. Нету у меня лапок, нету. Я просто пришёл вас навестить, нету. Нету. Всё, не ныть. Всё, не ныть. Вот так, да. Знаете, вы там не думаете, что прям, ну, как бы у меня всё плохо. Плохо. Этот момент, он, конечно, очень, очень болезненный, печальный. Вот родственники, родные там, знаете, на похоронах. Но всё равно, всё равно, вот, и плакали бы там все. И страшно было, на самом деле. Очень ужасные, ну, вот, события, вот эти похорона. Это страшно. Я их не могу терпеть. И, тем более, вот так, именно, друга, с другом у меня... Ну, то есть, это первый раз такое, понимаете. То есть, как бы, было, было страшно. Но при этом, вы не видели. В общем, я не знаю, как это объяснить, но всё будет хорошо. Всем пока. 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 Пока.